Я сегодня услышала такую фразу. Вы думаете, что вы живёте сами по себе? Нет, вы проживаете чужие жизни. Мне эта фраза что-то внутри меня задела. Мы планируемые существа. Мы любим планировать на день, на месяц, на жизнь, вперёд. И я такие сведения узнала, что каждая секунда нашей жизни расписана нашими наставниками и учителями, высшими, светлыми. А ангелы помогают нам. Они нас слышат и пытаются нам помочь. Вот так-то. Но если каждая секунда расписана, где вы здесь вердите свободную волю? Её нет? Тогда как же мы развиваемся? Нужно ли нам это развитие? И к чему оно приводит? Кому нужна наша энергия и наше развитие? Вопросов много. Почему я об этом думаю? Потому что я вот провела сегодняшний день. Под конец дня у меня болела голова. Я выпила таблетку. Хотя я против таблеток. Светлые силы в скором времени все таблетки уберут лет через сто, наверное. Так как они пользы никакой не приносят. Они вмешиваются в наш жизненный цикл и нарушают те процессы, которые адаптационные или компенсаторные. Мы многого не знаем. Если болит голова, значит где-то сосуды сузились. Значит я где-то что-то неправильно помыслила. И действительно у меня сегодня была какая-то нетерпимость, раздражение. Меня раздражал муж, даже внук и внучка. Я не очень хотела с ними общаться. Занималась какими-то своими делами. А ведь я знаю, что я всегда страдаю от малого общения. Что я не могу высказаться и так далее. А тут, когда ко мне приходят, я не общаюсь. Как это так? Что-то было во мне заперто, как бы закрыто. Отсюда и головная боль. Я была с блоками. И эти энергии свободно не проходили через меня. Блокировки энергии были. Вот оно вышло. В плохое самочувствие, в головную боль, в недовольство собой. Хотя я знаю, практику надо провести и выдернуть себя энергетически из тех ситуаций, которые мне неприятны. Информацию отправить высшим силам туда, наверх, а энергию возвратить себе. Сколько нам дали энергии, сколько нам дали энергии на нашу жизнь, столько мы тратим. И можно вернуть свою энергию. Это не зависит от того, что она была в прошлом, настоящем или будет в будущем. Это всё на одной линии. То есть происходит одновременно. Прошлое, настоящее и будущее просто идут параллельно. Какая фантазия, или воображение, или визуализация у человека. И всё имеет место в этой жизни. Говорят, во что ты веришь, то и будет с тобой. Сегодня я услышала, что душа находится в крови. Потому что кровь пропитывает каждую клеточку нашего тела. Кровь это и есть душа. Душа это и есть сознание. Так это всё непонятно до конца. Человеческому уму, разуму. Для чего мы сюда пришли? Чтобы познать основу мироздания. Значит, всё-таки нам надо понять это всё. Мы не просто так живём, спим, кушаем, общаемся. Всё с какой-то целью. И я опять ушла в сторону от своего вопроса. Живу ли я своей жизнью по своему желанию? Кто меня отвлекает, допустим, от ухаживания за собой? Ведь у меня есть желание выглядеть красиво и быть здоровой физически. И иметь красивую кожу, красивые волосы. Хотелось бы сделать массаж лица омолодительный. Я знаю, как дочка делала, она меня учила. Действительно, лицо выглядит намного моложе, ухоженнее, морщинки разглаживаются. Всё это возможно. Хочется медитации проводить побольше. Любое событие выводит из строя систему под назнаванием человека. Гармония нарушается. Поехал в отпуск. Или даже если ты идёшь на какое-то мероприятие, как у меня было, допустим, в юности, на три дня свадебный процесс какой-нибудь, свадьба, по три дня её справляли. И всё, как будто ты в другой мир ушёл. Потом опять восстанавливается. Если я уехала аж на полтора месяца, совершенно другой климат, в другую страну, полтора месяца это много. Вот уже третий день закончился. Может, у меня переходный период на третий день. Может, завтра уже будет легче. Обычно я знаю, что три дня надо на привыкание дома. Когда я уезжала в Аркаим на три дня, на четвёртый возвращалась, и мне всё казалось другим, даже как бы ненужным. Я не знала, что делать. Не было интереса. И вот само помещение, оно энергетически как бы отчуждается от тебя. Поэтому я, когда захожу в новое помещение, наполняю его своей энергией, просто сижу и как бы расширяюсь на всю комнату. Но могу каналы космоэнергетики открыть и почистить помещение. Оно приходит само, спонтанно, и делаешь. Опять же, откуда оно приходит, кто тебя заставляет. И ты ли это всё хочешь делать? Неужели я просто марионетка и кукла? И у меня такая роль курицы живой, биоробота? Значит, права была моя мама, что там ничего нет. В смысле, для тела, да, ничего нет. Тело погибает. Моё прекрасное тело умрёт печально. Ты его растишь, холишь, кормишь, одеваешь, обуваешь, ухаживаешь за ним. Оно старится и умирает. Ты ли испытываешь вот эти все неприятные ощущения, болезненные, или это тело само страдает, а ты, как рецепторы, выдаёшь это в виде реакции, или это симбиоз, сотрудничество на тонком плане и на материальном плане. Как всё интересно, если не эмоционировать. как-то у меня было как я называю или как другие называют выходы негативной энергии. Около часа мне было плохо и физически, и психически. Я там то плакала, то смеялась. как бы издевалась над собой, злорадствовала и саркастически над собой сарказм у меня такой злой был. Сейчас я не припомню точно, но я над собой как бы зло подсмеивалась. То ли то, что я живу с таким мужем, то ли ещё что-то. Сейчас не помню, но мне было по-настоящему плохо. И мне тогда показалось, что просто из меня вышли какие-то негативные энергии. И когда они выходили, они страдая вот так уходили, уходили живое. Понимаем ли мы до конца этот мир? Как он устроен? И почему у нас закрыты глаза? Мы не видим этот реальный мир таким, как он есть. Виноват в этом мозг наш, ум и разум. Даже глаза наши не видят. Они просто фиксируют свет. Да ещё на осетчатке у нас перевёрнутое изображение. Надо посмотреть, как устроено видящее устройство у нас. Какой сложный человек. Сколько надо знать, понимать, перерабатывать вот это всё в своём сознании. Это, наверное, какой-то большой пузырь, в котором много-много информации закодированы. Да, интересно. ВОЛНИТЕЛЬНОВ